Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, турнир у нас закончился, Лига Мастеров 3 звезды, забираем наши награды. Так, сюрикены, Микеланджело классический 50 ДНК, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Так, ну что, заберем здесь награды? Ну что, а теперь давай-ка посмотрим, что у нас на этой неделе. Рафаэль классический, как мы видим разыгрывается, а на испытании у нас будет Усаги, Эксперт. Ну и платиновые, соответственно, это у нас черепашки непонятные. Так, городская война, свет в темноте нам, соответственно, не понадобится. И живи долго играющий тоже не понадобится, потому что кожи головы у нас уже и есть. И практически прокачанными. Так, забираем здесь награду. Не знаю, ребят, получится ли буст. Уже 2 часа прошло после отката. Я проснулся в 4, пока расчухался. В общем, сейчас уже без 5-5. Вряд ли, конечно, у нас получится буст. Но, тем не менее, не так много времени прошло. Пройдите серию испытаний. Слушай, давай мы этим займемся, наверное, позже. А сейчас попробуем все-таки сигануть. Так, давай-ка попробуем найти 11-11. 11 кубков. Ну, что-то... Вот, есть. Нашли. Так, 17-й уровень наших противников. Это максимальный я беру. Там Макман 15 уровня и Эйплил 16-го. Поэтому для моих ребятулик, соответственно, это просто пущенное мясо. Сделаем вот так для начала. Так, Хан вырубает Эйплил. Бибоп вырубает Макмана. И Леонардо добивает Рафаэля. Отлично. Ну что же, теперь главное смотреть, ребята, как мы будем проскакивать с вами. Сколько будем получать кубков и тому подобное. Так, сразу Лига Воинов 2 звезды. 83-я позиция. Вот это мне уже не нравится, что... О, сразу 11-12 дали. Что мы с тобой перешли в Лигу Воинов, но 80-я там какая-то позиция. То есть, хотелось бы сразу, чтобы полтишочек был бы. Тогда бы мы хорошо бы бустанулись бы. А так еще неизвестно, перейдем ли мы сейчас в данный момент на следующую Лигу. В принципе, Лига Воина 3 звезды должна быть. Сейчас посмотрим. Так, сейчас у нас тут бустанется с Лиганцушки. Да, Лига Воинов 3 звезды. И видишь, уже 93-я позиция, что говорит о том, что после этого поединка вряд ли мы получим следующую Лигу. Но я буду стараться. Вначале мы... Вот, 12-13. Так, уровень противника 23-й, 25-й и 24-й. И, как ты видишь, 4 черепашки уже здесь присутствуют. Окей. Так, ну что ж, давай. Начнем, наверное, с удара от нашего Острозуба. Так, дальше. Ультразвук. И ураганчиком, соответственно, их добиваем. Все. Вот, интересно, мы перейдем сейчас на следующую Лигу или нет. Ну-ка. Да, ребята, в элиту мы все-таки сиганули, но 95-я позиция. Ну что ж, ладно, пока у нас все идет хорошо. Давай попробуем найти 12-14. И сразу же нам выпадает. Уровень бойцов, как ты видишь, 29-й левел. И 26-й. То есть для моих 55-х это будет довольно легко их победить. И до сих пор еще пока 4 черепашки. Ну, 4 бойца, я имею в виду. Не 5, как я рассчитывал. Так, ну-ка давай лево. Отлично. Ну, а теперь давай-ка посмотрим результатность этого поединка. Перейдем или нет? Вот, вот, ребята, об этом я и говорил. Что мы не смогли перейти в элиту 2 звезды. Это на элите. Ладно, 12-14. Вот оно. Уровень персонажей, как мы видим, 30-ник. И до сих пор еще 4 бойца. Почему 4-е-то? Уже столько боев сделали. Должны уже, ну, 5 бойцов иметь. Странно. Ладно, бросаем бомбочку. Такс, и... Гидрант. Все им крышка всем. Ну, вот, теперь должны точно мы, наверное, все-таки дойти до 5 персонажей. И сразу же элита 2 звезды. А позиция у нас 55-я. Ага. 13-15. Сразу же я вижу. И, соответственно, соглашаюсь. Именно с 5-ю нашими персонажами. И, соответственно, уровень. 55-е против 35-ых. 35-е. Вот они стоят. Нет, ребята, наврал я вам. Тут не 35-е, а 32-е. Но, тем не менее, все равно. Разрыв у нас уменьшается всего лишь на 25 уровней. Это не так много. Но запасик еще есть. Так, бросаем бомбочек. И остается только Леонардо. Ну, само собой, ребята, что здесь им ничего не светит. Никакой победы здесь быть не может. Но нас это как бы мало интересует. Нам нужно буститься. Так, элита 3 звезды. 79-я позиция. Это получается, что мы опять с собой не попадем в Лигу Самураев после вот этого поединка. Так, ищем 13-16. Вдруг нам все-таки дадут. Нет. 13-15. И все, да? Получается. Не дают нам повышенный. Повышенный ранг. Не дают нам повышенные кубки. Вот. Остановилось пока все на 13-15. Есть, ребят. Я выудил. Я выудил 13-16. Сам в это не верю, конечно. Так, ну что же. Возьмем вот этих вот, ребят. 55-х уровней. Пит. Тут. В майке. Я смотрю, Леонардо классика у нас. Плюс. В общем, давай делать так. Начнем с Юрикенов. Так. Вырубить, наверное, нам надо все-таки Эйприл постараться. Ай-яй-яй-яй-яй. А если так? Окей. Так. Теперь, наверное, дебаф на них повесим. Так. Понижены защиты. Так. И бросим плюху. Так. Минус двоечка. И остается только лишь добить. Этот уходит в инвиз. Ничего страшного. Мы его достанем. Но сначала Рокстри. Точнее Бивов. Серьез. Нормально. Но, опять же, дает нам пока преимущество именно нашего уровня. И, видишь, не перешли мы в Лигу Самураев. Пока четвертая позиция. Это уже, ребят, ни о чем хорошем нам не говорит. Буст, как бы, он даже вовсе и не буст. Хотя, я еще раз повторяю, ребят, всего два часа прошло. Ну что же, посмотрим. Мы с тобой начинали и прямо по откату. И вот у нас два часа прошло. И посмотрим, какой будет в конце у нас результат. На какую позицию мы все-таки с тобой придем. А оттуда уже будем делать вывод. Есть какая-то разница между ранним стартом и более поздним. Так, ну что, бросает гранату у нас в Рокстаде. Ага. Постепенку уничтожила. Так, он со своего водяного пистолета тут бомбит. Дополнительную защиту. А, она тебе поможет, парень? Я сомневаюсь в этом. Ну, Донателло, понятно дело. Его так просто не возьмешь. Как говорится, голыми руками не взять его. Скользкий типок. И более со своей этой защитой. Ну что, это вот только сейчас мы переходим в Самурай, ребят. 46-я позиция. Так, пробуем искать тогда. Вот, 14-17. Уровень противника 40-й. Где-то даже есть 42-й. А у нас до сих пор 55-й. То есть, разница в 13 уровней. Ну что ж, давай тогда сделаем удар. Угу. Дальше я, наверное, все-таки буду Леонардо гасить. Потому что он у нас и хиллер, и массовая атака у него есть. Точнее, была. Так, Карайка. Подщикаем ее. Окей. Так, иммунитет тебе не понадобится. Поверь мне. Это уже, как говорится, прошлый век. И остается Леонардо. Нет, 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 нет. Даже не думай об этом. Ну что ж, он с прыжка, ребята. Четверть здоровья отнял. Сразу же у нашего... Этого... Криса Брэдфорда. Ох, какой Крис Брэдфорд. О чем я говорю, ребят? Иси Джонс, конечно же. Так, Самурай, две звезды. Ну что, 14.17 попробуем. Может быть нам дадут все-таки 14.18. Блин, я еще, ребят, не проснулся. Путаюсь тут. Ну ладно. Ничего страшного. Думаю, суть вы все равно улавливаете, да? В мысли. 14.18. Я все-таки нашел. Окей. Так, ну что. Бибоп. Эйприл. Лапекс. Так, Майки и Леонардо. Вот такие вот ребятули будут у нас вот выступать. Так-с. Ну что, Лапекс, наверное, первая ходит, как всегда, да? У нее инициатива здесь нормальная. Так что на нее можно положиться. Тихо. Прошинковала. Так, дальше бруси, наверное, на осколки. Блин, стоят крепко, а? Посмотри. Водяной пистолет. Ну, допустим. Так, по идее, мне надо, наверное, Майки убрать. Он же хиляет тут. Так, и выпускаем брундучков. Есть. Вот такие вот, ребят, брундучки. Быстренько их нахлобучили. Ну что же, мы продвигаемся. Блин, там еще даже 3 звезды самурая не получили. Ё-моё. Так, 14, 18. Ну, давай, соглашаюсь, короче, возьмем. Яна. Вот этого. А бойцов-то у нас все меньше, меньше, меньше и меньше, ребят. Я даже что-то не уверен, что мы здесь возьмем даже Лигу Сюганов 2 звезды. Вот какие-то сомнения у меня закрадываются. Ну что, с массовых, конечно же, с массовых атак начнем. Так, кормежка от Криса Брэдфорда. Кстати, вот он сам тут стоит. Давай попробуем, наверное, с разбега. Сразу шлепнуть. Плюс шоковая терапия. От Кунаичи. Блин, этот, наверное, сейчас хернет. Нет, не успеет. Сломанная кофемашина. И все? Этого им хватило? Отлично. Ну, сейчас, по идее, мы должны уже перескочить. Да? На самурае 3 звезды. А местечко у нас 80-е. Так, 14-18. Давай попробуем получить 15-19. Хотя, вообще, шансов очень-очень мало. Да, я бы сказал, вообще мизер. Ну, не дают, не дают. Ладно, хорошо, я тогда принимаю 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. Острозуб. Как танк. Ну, я не буду его здесь применять, как танк. Я буду, соответственно, сейчас бомбить их. А начну с Леонарда. Дальше. Давай. Шенигами. Уничтожишь? Не хватило у тебя, да? Мощей. Так, ну что. Давай, Рафаэль. Бросай осколки. Дальше мы, наверное, уберем. Слушай, наверное, Донателло. Попробуем убрать, по крайней мере. Угу. Тогда так сделаем. Смотри, а. На кого бычет. Ну, все, им хана, короче. Им хана. Так, минус урок стыди. Минус Крис. И минус Рафаэль. Замечательно. Ну, что же. Смотрим, какое место у нас. И будет, наверное, 50-е. Это максимум, да? О, 33-е. Так, а вот и 15-19. А бойцов все мало, мало, мало. Все меньше, меньше, меньше. Ладно. На поединка 4 нас еще хватит. Дай бог добраться до лиги. Лиги Сегунов 2 звезды. Ну, я почему-то сомневаюсь, что мы дойдем. Так, добьешь Шархан. Красавчик. Просто красавчик. На добивке, конечно, они все хороши. Особенно, которые массовые атаки имеют. Вообще замечательно. Так, ну что, вот и Сегуны. Сегун одна звезда. Барьер взят. Так, сейчас попробуем. Да не, вряд ли здесь мне не дадут. 16-20 или 15-20. Поэтому я соглашаюсь с их выбором. Раз, два, три. Четыре. Пять. Ага. Так, стоят. Бросаем в начале Кунаи. От Карайки. Плюс Метеорит. Не очень, конечно, мощная вот эта атака. Но на добивку пойдет. Рог, кстати, упал. И добиваем всех остальных. В общем, массовые атаки от Збей Кавюна. Прекрасно. Блин, ребят, что-то поспал под форточкой. Открытый. Горло болит. Не знаю. Надеюсь, не простудился. Ну что, 44-я позиция. 44-я позиция я все-таки хочу получить. Вот. Вот, 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 вот. 15-20. Бойцов-то, блин, все меньше, меньше и меньше. Я уже говорил об этом. Но удивляться этому не перестаю. Быстро они у нас как-то расходуются. Блин, я еще даже не все угодно в три звездочки. Так, минус Айпл. Нормально, да? Спринтер просто его добил. Ну что, уничтожишь с лавомайки? Да, ему легко это удается. И железноголовый не подведи. Красавчик. Ну вот. Отлично. Так, куда мы сейчас перейдем? Ага, все, луну все-таки две звездочки, ребят. 99-я позиция. 15-20. Может быть, все-таки дадите мне? Да нет, вряд ли. Ладно, ладно. Раз, два, три, четыре, пять. А может быть, все-таки мы дойдем до Лиги Сигунов. Три звездочки. Не знаю, ребят. Сейчас будем смотреть. Так, спринтер в минус. У Саги делал всю козырненькую вертушку. И остается лишь только Майки. Все, ребят. Майки видение отдыхает. Ну, а мы двигаемся в дальнейшем направлении только вперед. Давай 50-е место. Ммм, 60-е. 16-21 будет? Будет. Дают мне, ребят, сразу же. Так, Стони. Раз, два, три, четыре, пять. И как раз у нас еще последний поединок. И думаю, это как раз и будет жирной точкой в наших поединках. То есть Лига Сигунов 3 звездочки. Но без всякого, ребята, запаса. То есть не полтинник будет, а там, может быть, 90-й, 80-й уровень. Где-то так. Плохо. 20-я позиция. Ну что, вот и последний поединок. Ищем с тобой 16-21. Раз, два, три. По-моему, тут еще придется, да, придется делать добор. Так, и вот так точно. Да, остальные все отыграны у нас. Ну что же. В Лигу Сигунов 3 звезды мы, конечно, проберемся. Хоть и не похоже было, да, потому как мы двигались. Как у нас было тут продвижение, я бы не сказал, что мы доберемся. Ну, видишь. По итогу получается, что добрались. Ну, это уже далеко, далеко, ребят, до Лиги Мастеров. Это еще там 4 или 5 поединков надо делать. Ну, какое место. 8-2. Ну, я так и думал, ребят, где-то в этом диапазоне будет. Так, забираем с тобой бесплатно колоду. Где нам выпадает... Ага, саблезу. И давай-ка здесь. Пройти серию испытаний. Ну, я, например, вот это вот возьму. Раз, два, три, четыре, пять. Погнали. Не будем шипы пока тратить. Давай сделаем вот так вот. Плюс укусик. Так, мелкого крэнга с тобой заклепали, да? Не даем ему возможности ничего сделать. Стрела зад. Все валяется. Так, на второй волне нас поджидает. Вот такая вот компашка подозрительного поведения. На тебе вам. Смотри, кому-то геноид выжил, а? Каким образом, не понимаю. Порой выживают те самые противники, от которых ты этого не ожидаешь. Ну что же, здесь мы тоже пошли. Заберем награду. И теперь идем. Кстати, сколько у нас... Мутагена мало. Нам даже не хватит, ребят, прапать. Ладно, ищем... Карайку. Нет, не карайку, а змею карай. Кто-то в комментариях писал, Рэй, а почему ты прокачиваешь дню карай, если она не в платиновом ранге? Объясняю. Потому что все, кто остальные у меня в платиновом ранге, они прокачаны. Заодно уровень, может быть, поднять. Пока не буду. Ну что, тут нам нужно четыре катушки. Да, эти найти, или как там, видеомунитофон. Пока мимо. Так, один есть. Второй. Там три, да, надо было? Третий. Нет. Ошибся. Четыре надо. Дальше двенадцать кружек. Да ладно. Чего, так и будете меня сейчас? Ага. Одна есть. Вторая. Пошла третья. Четвертая. Пятая. Ну давай, 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 давай. Шестая. Блин, нам нужно двенадцать, да? Седьмая. Восьмая. Да, твою же налево. Восьмая. Девятая. Десятая. Одиннадцатая. И последняя давай. Двенадцатая. Все, ребят. Двенадцать кружек. Прокачиваем. До пятой ступени. Гипнотический взгляд. Может быть попробовать кошечку найти? Ага. Пиццы больше не осталось. Пиццы у нас больше не осталось. Забираем тогда награду и поднять уровень персонажа. Надо брать тогда кого-то слабенького. Вот, например, Бибоб. Пятьдесят шестой уровень он получает. Забираем здесь все награды. Вот так. И... Испытания. Так, тут восемь эпизодов, а здесь тоже восемь эпизодов. Везде по восемь. А в плане бойцов, если посмотреть... Ну, я тебе скажу, что тут очень даже круто, ребята. Вот это вот живите долго и играючи. Вообще можно проходить с закрытыми глазами. Объясню, почему, ребят. Все бойцы сотового уровня. Плюс здесь у нас есть все. Кроме, наверное, танка. Но он здесь и не нужен. Здесь у нас два хила. Один с постепенным отхилом. Это супершреддер. И с прямым. Это у нас Леонардо идет. И смотри, у нас мощные массовики. Крэнк. Армагон. Бакстер. Лео. Супершреддер. Ты понимаешь? То есть эту команду не пробить вообще никак. Даже если она получит много урона, она сможет отхиляться. Плюс у них у всех есть массовые атаки. То есть это вообще топ. Топ команда. Это я, ребят, без привлечения говорю. С этой командой не справится никто. И никогда. Из того, что в данный момент нам подсовывают в игре, да? 79-й максимальный уровень. Никто не сможет нам ничего здесь сделать. Они друг друга просто-напросто прикрывают. Причем по полной программе. У некоторых бойцов у нас даже есть по несколько массовых атак. Например, как у Бакстера Стокмана. У него есть вызов маузеров, да? И смертельная волна. Также и у Крэнга. У него есть ракетный удар. И удар лучом. То есть тут без вариантов. А для чего мы проходим, да, ребят? Мы проходим лишь для того, чтобы фармить потом здесь жетоны, которые нам нужны. Так, ну что, это у нас, получается, пройден второй эпизод. И целиться его получили. Двигаемся далее. 35-й уровень у наших противников. То есть это вообще нам на один зубок. Перемолим, даже не поперхнемся. Причем я не участвую, ребята, в поединках здесь. Просто поставил на автобой и наблюдаю за этим всем процессом. Даже не в лазе, потому что здесь они с закрытыми глазами разнесут их в пух и прах. Окей, погнали далее. Змей Кавьюн, Донателла Ролевой и, конечно же, Макман. Плюс два противных подосина, которые по краям стоят. Ну, это люди-грибы. И, кстати, я заметил, на 30-м уровне у них не такая инициатива, как, например, на 50-м или 60-м. Там бы они сразу, порывая, ну, начали бы рваться в бой. Здесь же просто тупо отстояли. Так, ну что, эпизод четвертый. Почти, ребят, половину мы прошли. Так, что я делаю? Четвертый эпизод. Всего их здесь 8, поэтому половина, как говорится, прудина. Лоб нахлобучили. Так, этого тоже. Замечательно. Так, переходим на вторую волну. Так, уровень какой у грибочков? 40-й. Так, на 40-м, я смотрю, они опять же тупо простояли. Они начали нас атаковать. Надо зафиксировать тот самый уровень, с которого они начинают борзеть. И я удивляюсь, что опять же никто не применяет здесь массовых атак. Хотя могли бы спокойно. Супер Шрэдер мог свои шипы. Так, а вот, друзья, и кожеголовый. Кстати, я только сейчас заметил, ребят, что там в сундучке лежит скипетр. Нет, подожди, вру. Я раньше его видел. Я о нем говорил. Да ладно, кожеголовый, успокойся. Все, подбился, ребят. От чего? От постепенного урона? Золотишки переливается. Сюда в этого, да? Скруч Макдага. Он же любит плавать в золоте. Леонардо у нас тут. Так, ну вот и эпизод пятый. Эпизод пятый. Уровень бойцов 55-й. Соответственно, нам это, ребят, расплюнуть здесь, их разнести. Окей. Так, это у нас, получается, вторая волна. Блин, так хочется, ребята, взяться, просто и самому здесь накатить. Вот что они их бьют по одному? И причем, вот эта вот дилемма бесявая, когда их остается там один или два, они начинают применять массовые атаки. Нафига вы так делаете, я не пойму. Неужели здесь настолько тупой искусственный интеллект, да? Вот эта интуитивная битва. Что он не может в самом начале, например, сделать массовую атаку, а уже в конце добивать противников. Любыми простыми ударами. Нет. Здесь это не про нас, да? Мы не ищем легких путей. Кстати, некоторых я уже смотрю, тут надо было по два раза бомбить, чтобы уронить. Давай добиваем этого рыцаря. И переходим на шестой, получается, эпизод у нас, да? Шестой, седьмой и восьмой. Поехали. Жалко, конечно, что сыра у нас не останется. Ну, может быть, там на разочек-другой поролить и все. Вот в данный момент от армагона вот этой массовой атаки никто не ждал. Зачем она нужна была здесь, без понятия. Я имею в виду, чтобы они делали ее в самом начале, а не как на добивку. На добивку пойдут и обычные удары. Окей. Третья волна. Так, грибочек, смотрим на него. Шестидесятый уровень. Все равно он стоит и молчит. А на каком же тогда уровне он начинает выпендриваться? На семидесятом, что ли? Да, наверное, все-таки на семидесятом. Начинают они первыми ходить. И вот начинают опять по одному бомбить. Причем, в первую очередь, они бомбят самых слабых юнитов, а это именно кланфутовцы, которые там стояли. Так, Крэнк решил ракетами. И вот про что я говорил. Их осталось всего двое, да, врагов. Он начинает заряжать свою массовую атаку. Ну нафига? Что у тебя за алгоритм такой? Ну что, предпоследний поединок. Так, у нас там, по-моему, еще пиццы около 50 штук. Можно будет, кстати, ее потратить на поиски нужных элементов именно для Змеи-Карай. Но здесь уже, как мы видим, пять волн. Вместо стандартных этих четырех. Ну давайте, массово это делайте. Нет, вот им охота помурыжиться, да? Каждого по отдельности. Так, скелет 70 уровня не пробился от удара Армагона. Это что-то новенькое. Окей. Так, ищу армию скелетов. Вот зачем, вот зачем ты это делаешь, а? Супер Шреддер. Армагон вообще, почему он такой слабый против скелетов? Я не могу понять. Он не может все добивать почти с удара. Они даже на него начинают выпендриваться. На Армагона. Очень интересно. Так, оролевые черепашки. Не упал. Упал. Так, Арфаэля заблокировали. И добили. Смертельная волна. По-моему, им крышка здесь. И опять же Кожеголовый. Сидит нам, поджидает нас. Давай, давай, выходи. Много ли тебе надо? Сейчас посмотрим. Так, Лео сделает массовую атаку. Нифига себе. Запрет на лечение. Плюс понижает броню. Да, Кожеголовый не дурак. Знает, кого бомбить. Но, тем не менее, это не помогло ему, да? Не выиграть, не как-то будет продержаться. Ну, вот он и последний эпизод. Поехали. 85 уровень. 80 у наших противников. А босс будет в 85. Шреддер по-прежнему хорош. Ну, а Ромагон не может никак никого добить. Так, 5 волн здесь. Опять эти. Ну, это наподобие кланфутовца. Потому что я вижу, судя по тому, как они дергаются, тоже они механизированные. То есть, это роботы. Скорее всего, рыцари. Только что они делают в средние века, извините меня, да? Это, наверное, опять проделки Кренга в каком-то другом измерении. Куда-то он попал, я не знаю, там. И, опять же, наклепал своих рыцарей. А другого объяснения нет. Третья волна. Так, опять скелеты. Да вы что, серьезно, что ли? Молодец. Вот это я понимаю. Бакстер просто взял и вызвал сразу же с первого, как говорится, поединка. Не поединка, даже с первого раунда своих маузеров. И они отлично отыграли. Так, это делает баф. Допустим. Тыдыщ. Ну, например, кто-нибудь из них однозначно мог бы потратить хилку. Но никто этого не стал делать. Ни Шреддер, ни Лео. Ну, а вот и последний босс на сегодня. Это, опять же, кожеголовый 85-го уровня. Который так и напрашивается. Ну, и по звездам нити меня. Сейчас тебя звездам по полной программе. Да, я, ребят, наверное, сам все-таки сыграю. Потому что фига он. Можно было, конечно, химнуться. Но я вот так предпочел сделать. Тройной укус. От нашего Армагоши. Ох, да ты не жилец, парень. До свидос, Кальбадос. Все, ребята. Очередная наша славная победа. Теперь мы здесь можем фармить жетоны. Я надеюсь, 50 штук. Да, ребят, 50 штучек. Так, 10 сыра требуется. Две попытки, да? Подожди, ты что-то делаешь. Поехали. Карта Би-Бо-Бима и 3 доллара. Все. Сыр у нас на этом закончился. Сыр у нас закончился, друзья мои. И, наверное, я тоже буду потихонечку закругляться. Увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. Так что удачи и до новых скорых видосиков.